Привет, ребята, это Алена, вы на канале 30+. Сегодня мы с вами говорим про антивозрастные продукты и правильная постановка задач для тех, кто не хочет мириться с влиянием времени. Я нутрициолог-психолог, соответственно, здесь наладить отношения с самим собой и с питанием. Это прям такие хорошие истории. Многие думают о том, что все время это все. У меня тоже бывают такие моменты, когда мне кажется, что все плохо, потому что питание сбилось. Это четко видно по настроению. Топ продуктов борцов с возрастными изменениями, сейчас я их назову, и возможно, они вам уже будут супер-супер полезны. Первое – это черника. Исследования связывают полифенолы, содержащиеся в этих ягодах, с защитой мозга от окислительного стресса, что несколько замедляет его неизбежную деградацию. Другой момент, конечно, орехи. Любые орехи в составе сбалансированного рациона позволительно влияют на состояние сердца, сосудов, стимулируют регенерацию клеток, поддерживают мозг. И этот продукт настоятельно я рекомендую с любыми когнитивными проблемами. А пожилым людям стоит включать его в рацион на постоянной основе. Соответственно, инжир не ждали, да, сахара в нем довольно много, поэтому инжир стоит употреблять после основного приема пищи в небольшом количестве, как в свежем, так и в сушеном. Но из свежего вы получите огромное количество флавоноидов и полифенолов. Качественные источники коллагена – это желатин, хрящики, рыбья кожа. Коллаген хорош тем, что он не только является структурным элементом, но и повышает активность антиоксидантов. Дикая морская рыба, что интересно, именно антиэйдж с вариантом является лосось, не является, кстати, лосось, а нерка, кето, горбуша, то есть это оптимум. И костный бульон, там 19 аминокислот, соответственно, глюкозамин, хондроитин – это круто. Но перебор с ним – это ультраконцентрат, соответственно, не подойдет. Многим, у кого проблемы с желчным, с поносами, все это не решено, и многие начинают прям пить этот бульон, я рекомендую по чуть-чуть водить и смотреть, как вам оно. Крестоцветные, как я раз говорила, они не только поддерживают баланс гормонов, но и помогают печенью с метаболизмом эстрогена, соответственно, специи, не только куркума, но и все натуральные специи работают после возраста. Авокадо – супер, также это все идет на поддержку составов, воспаления, гормонального баланса и избытка токсического стресса. Мало жиров – минус здоровая кожа, курение – минус стресс, жареное, избыток простых углеводов, все это способствует отравлению организма конечными продуктами, гликирование, застой лимфы – это хронические отеки и игнорирование качества сна – это будущая депрессия. То есть вот краткие такие моменты, их можно знать, ребята, и просто уже это все исправлять. Видите ли, здоровье и достойное качество жизни – это такие вещи, за которые 90% из нас не хотят бороться. И у 10 уникумов отличные какие-то такие ресурсники. Соответственно, не надо ориентироваться на бабушек и дедушек, эти проблемы есть у молодых уже 15 лет, грубо говоря, поэтому вот такими простыми способами можно помогать и себе, и другим. Пишите вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!